да я серого хочу заснять снимай очки солнце уже неси серый так ну шо там зачалено тут тоже зачалено да внимание вопрос в чем вопрос а в чем вопрос криво что-то блок криво так а шо в чем проблема не могу понять может можем может херовую зачалку я дал то ли смотрите ребята ну тут заряд зачалено да а тут шо что такое-то до дошло до кажи криво блок положенный наверно но ничего бывает да братуха бывает серый грусти что-то там чуешь серый грусти ребята вот так вот у нас столбики стоят спустили уже перемычки тут два столбика тут два столбика он так их скотчем зафиксировали у нас тут стоят главное их не засыпить теперь все четыре готовы перемычки ваще я на эти окна все то ли слава богу зачалил давай полетели плохо накидывали вам бам 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 все по красоте подрихтовывает все по-красивому все поехали следующий чемоданчик опа ребятки вот так мы работаем у нас то сегодня конечно и дождь и это ты и блок мокрый и вот так вот и работаем ребята реже блок подавил блок я скажем так уложу чемоданчики от этих да а я что делаю а ты намазаешь на плоскость уже вычухрано мною да заметим заметно да и что намазаешь на блок намазаешь на торец блока и все контролируем и контролируем и контролируем все вот это вся моя задача вот это токина задача вот эта серика задача и мы втроем шмалим як ни горы ни низу и 15 рядик с десяточки с десяточки ребята все все финиш тут потом будет закладываться утеплитель экструдированный пенополистирол армокаркас и внутри монтаж уже опалубки непосредственно потому что тут будут плиты перекрытия то есть полноценный армопояс нужен полноценный это это когда не у блок не у блок а когда бетонная часть она заканчивается заподлицо с внутренней частью стены ребята полноценный чтобы опирание плиты перекрытия полностью было на монолике на бетоне потому что можно конечно да и сублоком но сублоков не знаю там в любом случае будет чуть-чуть чуть-чуть опирания на газоблок даже если сделать полное опирание вот на вот это сечение которые есть в блоке лучше делать полноценные ребята полноценные или комбинированные ну полноценные вообще полноценные это когда там опалубка ставится тут опалубка и полностью заливается полностью сечения допустим там 400 на 200 ну можно пятерочку утеплитель еще чтобы отсечь мостик холода вот заложить в опалубку да вот это полноценный вот это называется как бы больше комбинированный армопояс когда будет тут и газоблок соточка выступать вроде опалуб в роли опалубки и где-то утеплителя и соответственно дальше утеплитель и тут у нас будет 200 на 200 ну будем еще думать сейчас у нас 300 если мы пятерочку заложим будем еще думать тут пятерочку или сотку заложить может быть даже сотку экструдирование пенополистирол тогда 100 и 100 200 и сечение балки уже будет непосредственно 200 на 200 вполне достаточно для армопояса под плиты перекрытия вот так вот все ребята разрешиваются там сейчас переносим всю эту историю туда дальше тоха закладывает углы и шмалим что там сказка тоха это не дуже сказка да чуть-чуть еще чуть-чуть чуть-чуть о хорош вот я смотрю что оно да все пушка правильно перепроверить после твоя цена красота приветствую вас малин дальше полетели ни горы ни низу последний угол закладываем там уже готово опять шмалит 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 не дает работать что за сезон то жарко началась аномальна жара то дожди начались капец а то ли батончики накидывает да лучше лучше подождать эти пять минут и потом в аптеке скупится на такую сумму что работать не хочет что ли хватает денег а тут что заработать правильно правильно калюжи да ребятки это для вас трошки мотивации дивиться сейчас будем вот тут по баба баба гнюки по оцей бига тоха а что ты держишь это что перемычка на векло и сейчас сейчас ребята на окно ее так только хлопить а вот она уже одна лежит сублока ребята склеена перемычка монтажной пеной или клей пеной без разницы проверено держит что то что то вот так вот смотрите все идеально идеально не надо яку опалубку мастерить чтоб проложить и вот так вот сейчас она лупанется на второе окошечко целяковой но так вот ребята все у нас это дело и теперь готовом варианте двери наряд ниже конечно окна наряд соответственно выше вот так вот выстроены все перемычки сейчас сюда ставится две вставочки вот одна сюда и вторая сюда и все это х шмалит дальше вставляет перемычки конечно в любом случае я ему помогаю укладывать потому что ну одному тут не справиться и все и сразу же уже заложена десяточка вот по последнему ряду сразу сюда ребята да 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 потому что чуть-чуть намок чуть-чуть намок почему потому что раскрыла его на выходные всего и сейчас тяжелее так вот все красиво смотрится ребята любом случае конечно сюда надо ставить подпорочку то есть доску и подпорку зачем потому что когда тут бетон будет вибрироваться чтоб от вибрации нигде не лопнул блок вот так он под своим весом грубо говоря нормально держится да вот а вот при вибрировании вибратором там конечно при уплотнении бетона может где-то показаться трещинка и на трещинке может разорвать блок все вот так вот все красиво смотрится дальше ребята наблюдайте дальше там уже хомуты готовы только уже все хомуты приготовил наперед и сейчас закладывают последний рядик и мы короче и укладываем укладываем армокаркасы завязываются армокаркасы и все это дело бетонируется бетонируется в любом случае можно вот эти уже можно прямо с армопоясом потому что видите предпоследний ряд ну последний ряд перед армопоясом то есть предпоследний ряд вообще по этажу можно заливать прямо с армопоясом но вот эти две конечно перемычки нам надо сразу со старта заливать почему потому что нас тут еще один ряд лучниковым блоком будет закладываться вот такие дела поэтому я думаю что наверное эти и сразу же эти зальем века разница может пару выпусков таких сделаем чтобы уже пустое не стояло чтобы уже так сказать когда будем вибрировать вместе с армопоясом чтобы уже мы конкретно понимали что тут балка она уже забетонирована держится и чтобы такие наши перемычки сублоков не порвало вместе ну с большой массой ну то есть вы понимаете да что будет 200 армопояс и плюс сюда еще 150 сечения то есть вот эта вся масса если вибрировать может где-то или вот эту тонкую стенку оторвать или вниз может оторвать поэтому мы зальем щадяще тут про вибрируем и все балка уже залито будет и тогда армопояс ну не так страшно уже будет вибрировать тут уже у нас будет балка залито все схватится все красиво а так можно конечно вместе с армопоясами я делал и так и так просто сейчас хуже блок ребята понимаете хуже блоки от эти микро такие трещинки на блоке могут потом злую шутку сыграть а представляете у вас армоп у вас бита у вас миксер тут крутится и вы вкидываете с миксера весь армопояс там грубо говоря два куба да и у вас лопается вот эта перемычка вот лопается тупо вот эта перемычка что делать все ну капут правильно блин не так конечно критично чтобы там прям сильно критично да но прицепе перераблять его надо будет миксер будет стоять крутить а так мы зальем у нас уже балка будет скреплена до того момента пока будем принимать уже бетон на армопояс все ребятки не переключайтесь наблюдайте только все полезные лайфхаки для вас а то ли продолжает дальше строить наш дуплекс так то ли шо ты что делаешь сейчас пока не вяжешь пока подготавливая арматур для каркаса десяточка а на хомуты восьмерочка короче ты подготавливаешь пока пруты на армокаркас и для перемычек потом что потом одеваешь хомутики и все и вкидываем и бетончиком заливаем ну да все полетели так все есть на четыре окна ты пришел еще одну и две двери до две двери там у нас сколько по метр пятьдесят будут по метрах по метра сам по метр сорок восемь десери что так все летим дальше и хомутики ребятки и вот такие у нас хомутики получаются красивые все загибчиками я помнравится да и так сюда только хлоп вот так вот хлопись разкидали ну короче сейчас покажем сейчас покажем уже целый каркас да вот такие хомуты ребята загибчиками о готова да тоха тогда вяжет потихоньку ага и там один уже готовы ну ребята якобычно якобычно принципе ничего нового да тоха да 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 все вот так вот и шмалим только ты только не газу и чуешь братуха вот цепь может спасти ты куда так разогнался чуешь куда едем туда на выход лететь колотить вот и вот и только да и не говори не вниз так ребята теперь я вам покажу момент с перемычками с перемычками моментик моментик и киташа перемычку когда вы заливаете в любом случае и стягуете заподлицо бетон дает чуть-чуть усадочку усадочкой тут чувствуется тут видно конечно вот очень хорошо поэтому сегодня заливаем и только завтра закладываем уже блоком хотя многие делают сегодня заливают там подпора ничего прокладывает и потом образуется пустота правильно вот так вот их мы сегодня заливаем и завтра уже непосредственно вот она вторая перемычка таким образом вы сразу заполняете усадочку перемычки плотненько заполняете у вас полный что все ребята не было не благодарите делайте качественно заказчиком як для себя вот этот весь просветик видно заполняется клеем я вот просто так отстягу и хлоп вот так отстягу и жух и все и тут полностью пространство заполняется клеем и все по киншую ребята еще один момент моменте когда вы прокладываете десяточку ну часто поступают вопросы вова не выпирает десяточку бетон да то есть при вибрировании если плохо смонтирован то да может выпирать в каких случаях когда не обеспылено на пыль поклеена когда некачественный клей когда толстый шов клеевой и так дальше то есть обязательно надо делать притирочка чтоб шовчик был идеальнейший и немножечко расшатать его и притирочку сделать обязательно увлажнять обеспыливать вот так вот все красиво и обязательно увлажнять также сама блок ту сторону который будете укладывать то есть увлажнен блок увлажнено рабочее место куда будете укладывать и качественный клей и тогда все будет отлично при вибрации блоки будут стоять монолитно все топим дальше поля что ты уже заканчиваешь и шо завершает две вставочки осталось а что ты делаешь десяточку вот что-то будешь отзыводы основной армопояс у нас подвиг на пидвери то перемычки а ну да ну да да примерно конструкция дала лица десяточка все кто-то уже привыкли придавал палубка распорочки которые кто-то называют да ну и все и шмалим еще каркасики не забывайте конечно каркасики защитные слоя туда-сюда посмачивал облачок да то ли по технологии по технологии тут смочено смочить смотрю мне не оставь на этот вот так вот так на ведро на ведро прям над ведром ты бы ковшик такие да нифига себе слышишь опа класс то ты шо супер цех тут такие этот придумал гребешок ты тут крепко да усаживаешь надо что было по нитке но прожки я говорю крепко усаживаешь чтобы потом бетоном не вырвало его случайно конечно все правильно все вот это вот это плачет чувак так он оставая нужно сухую положено прикидывали этот яку подряд ну ничего теперь целую сейчас ставишь по шнурочку я смотрю думаешь о начну от шнура этот отошла я думал уже уезжать давай что ребятам покажем ковшик вот этот ковшик и бишь был помыть сейчас в работе ребята обычный ковшик есть специальные ковшики но у нас они уже не продаются и надо было бегом сообразить я просто с обычного круглого штукатурного ковшика сделал такой ковшик вот смотрите тут накладочка тут накладочка с обычного гребешка на заклепках тут не видно ли заклепок ни хера нет так то примерно видно все просто вот десяточку согнул ковшик и работает быстро классно да тоха ну и качестве и качестве проще все шмали вот вам ребятки и качество газобетона вот это вот это такое качество газобетона тут уже чуть-чуть конечно по подмазывали где-то больше где-то меньше но так вот стены смотрятся изнутри вот вы меня скажите вообще внутри нормальное качество или не чтобы таки да и конечно его можно обрезать ребята но тут есть ее обрезать то тут половина будет отходняка поэтому надо вкидывать весь его просто просто страшные сейчас вот такие разломены конечно конечно все это дело мы сейчас поподкидываем потому что не штукатуры выровняют а мы это все дело поподкидываем раствора сейчас замесим и все это дело конечно мы сгладим потому что так его оставлять никуда не годится нельзя да где-то что-то по ходу подмазывалась клеем его уж не подмажешь ребята по ходу потому что клей вытекает а вот цементно-песчаным растворчиком все это дело мы конечно подшаманим чтобы нутрянка она была тоже цивильная а так вот вот пожалуйста вот пожалуйста ну стра страшно просто страшно ребята просто просто ужас да вот вроде бы сказать бы ужас или сказать что каменщики рукожопые ребята ну для для чего-то сожалению я думаю что наверное все таки по газоблоку проблемы есть а вы что скажете ребятки а вы что скажете что скажете по геометрии то я вообще молчу полетели на улицу ну а вот так вот ребятки конечно качество с улицы снаружи конечно выбираем одну сторону оптимально и снаружи у нас принципе красиво но тоже геометрия гуляет тоже конечно надо с ним мучаться скажем так не работать а мучаться вот вам снаружи вот он снаружи это ложили целые он по выпадали уже потом после укладки блок пересыхает и просто вот кусочками где-то вываливается вот тут хотелось чтобы оно было вообще идеальная облицовка ну получается и получается просто рассыпается сожалению увы и ах а денег стоит неплохих